Восьмой. Вадим Зеленков, номер девяносто первый. На лёд приглашается команда «Динамо» Санкт-Петербург. Команда «Амурские тигры». В воротах Михаил Боярчук, номер тридцать первый. Юрий Крамаренко, номер пятьдесят девятый. Зигур Спотзинш, номер девяносто шестой. Дмитрий Шабуров, номер тридцать шестой. Здравствуйте, уважаемые любители хоккей. Хабаровский хоккейный клуб «Амур» приглашает вас на матч команд молодёжной хоккейной лиги «Амурские тигры» Хабаровск и «Динамо» Санкт-Петербург. Это второй матч в паре на серии. Первый состоялся вчера. Прошёл он очень интересно, увлекательно. И завершился победой гостей с минимальным счётом пять-четыре. И вот сейчас повторная встреча. Ну, вы видите, что команды выстроились на льду. Уважаемый болезнь, отечественный хоккей отметил 70-летний юбилей. В честь этого события дипломами и памятными знаками Федерации хоккея России награждаются ветераны Хабаровского хоккея. Ну и сейчас вы, наверное, видите и слышите объявление диктора по стадиону о том, что перед матчем будут награждены памятными знаками ветераны Хабаровского хоккея. Для награждения на лёд приглашаются Евгений Владимирович Кувека Александр Николаевич Кощеев Ну вот среди награждённых тренера Амурских тигров Александр Николаевич Кощеев Олег Николаевич Филимонов Тренер вратарей Амурских тигров Олег Николаевич Филимонов Сергей Иванович Курмеша Знаменитый хабаровский детский тренер Сергей Иванович Курмеша Александр Серафимович Блинов И главный менеджер Амурских тигров Александр Серафимович Блинов Заслуженный тренер России Мы поздравляем наших заслуженных ветеранов И благодарим их за огромный вклад в развитие нашего клуба и всего отечественного хоккея Ну вот короткая церемония награждения закончила И сейчас вы выслужите гимн России Амурских тигров Амурских тигров Итак, гимн Российской Федерации прозвучал И буквально через минуту начнется встреча Символического вбрасывания Приглашаются ветераны хабаровского хоккея Что перед матчем символическое вбрасывание Производят только что награжденные ветераны хабаровского хоккея Ну естественно они желают хоккеистам интересной честной справедливой борьбы Которые в общем-то мы видели во вчерашнем матче Ну и практически к началу повторного поединка Амурских амурских тигров Которые выступают в своей традиционной домашней Черно-оранжевой форме Судьи молодежной хоккейной лиги Геннавуцами Санкт-Петербурга В темно-светной форме все готово Линейные судьи Никита Остапенко и Геннадий Харитонов Я надеюсь вы услышали представление бригады арбитров Которая только что прозвучала Геннадий Харитонов Итак все готово к уже рабочему сбрасыванию Оно состоялось и игра началась Ну естественно что традиционно вначале я познакомлю вас с составами играющих сегодня команд Итак Амурские тигры В воротах 31 номер Михаил Боярчук Полевые игроки Первая пятерка Защитники Вначале называю позицию левого защитника Затем правого Итак Ну вот сейчас очень опасно атакует Динамо Очень опасный момент Шайба не влетела в ворота Михаила Боярчука Но это произошло только благодаря тому что Защищающие хабаровские хоккеисты Нарушили правила И вот Прошло чуть более 30 секунд Как Павел Крутий за атаку игрока не владеющего шайбы заработал 2 минуты Ну вот во вчерашнем матче Первые два удаления у хабаровчан Обернулись двумя заброшенными в их ворота Шайбами Посмотрим как будет сейчас А затем Я вновь вернусь к составам играющих сегодня команд Ну в вчерашнем матче Динамо все показали что Разыгрывают они большинство очень хорошо и уверенно Вот сейчас Потеряли шайбу и Выход Один на один и Едва Владислав Карпусь капитана мурских тигров не забросил при игре в меньшинстве Но Тут и догоняющие хабаровского тигра защитники динамовца сыграли неплохо И хорошо отработал голкипер Никита Масленников Ну вот произошла смена составов И сейчас динамовцы покатят вперед Очень спокойно Разыгрывают большинство динамовца Ну вот Казалось С лету игрок Гостей подправить шайбу в ворота На этот раз Не получилось Сейчас была блокирована Шайба брошенная от синей линии Еще один бросок мимо Ну еще полминуты Большинство динамовцев Еще один неточный бросок И все Большинство завершилось Для динамовцев безрезультатно Амурские тигры в полном составе Ну и так Есть время и возможность Мне вернуться К составу выступающих сегодня команд Итак Защитники Первого звена Амурских тигров Левый защитник 59 номер Юрий Крамаренко Правый 96 Зигурц Подзенш Тройка нападающих 57 номер Павел Крути 87 Ох как хорошо сейчас Сыграл на добивании Нападающий По-моему это был Артур Гизадуллин И счет открыт за 16 минут 49 секунд До завершения первого периода Кстати Впервые В сегодняшнем и половине вчерашнего матча Хабаровчане пробили Никиту Масленников Но в этом Об игре Спиридача Дмитрия Шабурова Номер 36 Шайбу забросил Павел Крути Нет Это был не Артур Гизадуллин Забросивший шайбу А Павел Крути Который всем недавно Покинул скамейку штрафников Ну что Матвей Заседа пытался Развить успех Но его бросок сходу Был не точным Итак Я возвращаюсь к нападающим Первой пятерке Амурских тигров Тоже слева направо иду 57 номер Павел Крути Только что отличившийся 87 Артур Гизадуллин И 36 Дмитрий Шабура Второе звено Амурских тигров Защита 84 номер Семен Букарев 21 Артур Кармашков Третья пятерка Амурских тигров Защита 41 номер Михаил Сыроежкин 49 Николай Павлов Нападающая третьего Звена Хабравчан 99 номер Владимир Михасенок 67 номер Иван Беляков 9 номер Валерий Науменко И четвертая пятерка Защита 73 номер Артем Кузьменко 94 Денис Недилько Нападающий 58 номер Михаил Губин 7 Глеб Лушников И 56 Никита Коптели Ну вот Можно отметить Что в общем-то Персонально Больших изменений В составе Ну вот Недолго Хабаровчане Вели в счете За 15 минут 24 секунды До завершения Первого периода Динамовцы Счет Сравняли Неожиданным Броском В левый нижний угол Со средней дистанции 1-1 При игре В равных составах Страна Номер 91 Шайбу Забросил Павел Ельшанский Номер 19 Ну фамилию Капитана Динамовцев Павла Ельшанского Который Сравнял счет Я думаю Вы Расслышали По Трансляции На платину Марины Вот очень опасно Хорошо Выходил по центру Дмитрий Шабуров Отдал передачу Налево На Артура Кармашко На Артура Гиззатулина Но Бросок Гиззатулина Парировал Никита Масленников Ну вот Идет у нас Игра на встречных Курсах Ну и о Завершая Составах Амурских Тигров Персонально Несколько всего Небольших И изменений Ну во первых Не играет Защитник Александр Елесин Так как Завтра Будет встреча Здесь же Команд КХЛ Амур И Динамо Минск А Александр Елесин Довольно часто Включается Седьмым Защитником В Стартовый состав Главной Хабаровской команды И он естественно Будет Готовиться К завтрашнему Матчу Но Вместо него Вновь появился В составе Амурских Тигров Атакующий Защитник Зигурц Подзинч Который Некоторое время Провел В высшей Хоккейной Лиге И вместо Защитника Владислава Цурикова Играет молодой Защитник Денис Недель Вот Ну а В сочетаниях Амурские Амурские Тигры Вновь Мы наблюдаем Заметные Перестановки Ну в частности Поменялись Местами Первая И вторая Пятерка Ну и Пары защитников Перетерпели Некоторые изменения По сравнению Со вчерашним Матчем Ну и традиционно Завершаем Состав Амурских Тигров Представлением Наставников Главный тренер Валерий Рафинкович Давлетшин Тренеры Александр Николаевич Кощеев И Андрей Владимирович Киселев Теперь о Сегодняшнем Составе Динамовца Ну сразу скажу Что состав Практически Не изменился Всего Два Изменения Ну Обратили уже Конечно Надеюсь Внимание На то Что Изменения Ожидаемые В первых же секунд Ворота Гостей Защищает 31 номер Никита Масленников Который Прекрасно Проявил себя Во Вчерашней Встрече Когда В середине Второго периода Вчерашней Встречи Счет Стал 4-2 В пользу Амурских Тигров Тренеры Гостей Немедленно Произвели Замену Вратарей Ледовую площадку Покинул Кирилл Стюменко И в ворота Стал Никита Масленников И Никита Масленников Во вчерашней Встрече Не пропустил Ни одной Шайбы В то время В то время В то время как Его партнеры Отличились Трижды И Вы знаете Динамо С вчера победили 5-4 Причем Решающий Гол Был заброшен За Две с небольшим Минуты До завершения Третьего Периода И Второе Изменение В составе Динамо Софостроенец Вчерашней Встречи Это В паре Защитников Четвертой Пятерки Вместо Левого Защитника Ивана Басина Ну вот Сутолоков Ворот Динамо Завершается Тем Что Шайба Во второй раз Оказывается В сетке Так Но Будет ли она Защитана Сейчас мы Узнаем Ну То что Нет Шайба Защитана Не будет Потому что Она была Зубита После Того Как Нападающий Иван Беляков Нарушил правила Судьи Зафиксировали Удар Соперника Клюшкой И естественно Шайба Не засчитана Счет остался Прежним 1-1 И Тигры Вновь Защищаются Вчетвером Еще раз Естественно Я более подробно Назову Фамилии Игроков Динамо После того Как завершится Игра В неравных Составах Хочу сказать Что Кроме Этих Двух Изменений Остальные Игроки В тех же Сочетаниях Что и Во вчерашней Встрече Ну вот Смотрим Как будут развиваться Будут развиваться Атакующие действия Динамовцев Пока Четко Защищаются Амурские Тигры И даже Выбрасывают Шайбу Из своей зоны Но еще Минуту Дальневосточникам Играть Четвером Пытаются Из дальних Дистанций Бросать По воротам Михаила Борчука И После Быстрых Прорывов На пятачок Но пока Выйти Вперед Динамовцам Не удается Им еще 20 секунд Играть В большинстве Наброс На вороты Амурских Тигров Шайбу Удалось Сохранить Динамовцам В зоне Соперника Хорошая Реакция Реакция Зоевчука И все Команды В полных Составах Нет Ну тут Мне немножко Непонятно Мне кажется Что Явное Было Нарушение Причем Такое Довольно Серьезное Со стороны Гостей Но Свисток Арбитров Молчит Хорошо Был Примен Силовой Прием Отобрали Шайбу У Валерия Науменко Ну и сейчас Медленно Будут Разгонять Атаку Динамовцы От своих Ворот Ну а я Пока Напомню Состав Команды Динамо Из Санкт-Петербурга Ну как Я уже Сказал Никита Масника Защищает Ворота И первая Пятерка Защита Тридцать Четвертый Номер Константин Чернюк Девятнадцатый Павел Павел Вильшанс Тройка Нападающих Девяносто Первый Номер Вадим Зеленков Десятый Антон Назаревич И двадцать Восьмой Никита Куракин Вторая Пятерка Динамовцы Защитники Пятый Номер Сергей Чоботов И Семьдесят Восьмой Номер Николай Сулейман Нападающие Четырнадцатый Номер Михаил Абрамов Шестьдесят Восьмой Номер Кирилл Андреев И Двадцать Третий Павел Ротенберг Третья Пятерка Динамовцы Защитники Номер Семьдесят шесть Вениамин Баранов Номер Четыре Александр Шурыгин Нападающие Шестьдесят Третий Номер Никита Дыняк Пятнадцатый Номер Александр Жабреев И Восемьдесят Четвертый Максим Михайлов И Наконец Четвертая Пятерка Защитники Девяносто Восьмой Номер Богдан Желяков Тридцать Седьмой Максим Орлов И Нападающие Четвертой Пятерки Динамо Номер Шестьдесят Пятерки Николай Царев Номер Девяносто Шесть Сергей Хохлов И Номер Семьдесят Пятерки Данила Агалатов Исполняющий Обязанности Главного Тренера Динамо Николай Владимирович Акимов И ему Помогает Валерий Николаевич Иванников Ну вот У нас Остается Восемь Минут И Двадцать Четыре Секунды До завершения Первого Периода Пока у нас Счет Ничейный Один Один Ох Сейчас Не успели Сыграть На добивание Динамовские Хоккеисты И Упустили Потенциально Опасный Момент Последует Контратака Хабаровчан Ох Из Средней Зоны Брасают Артур Гиззатуллин И Принимает Шайбу В ловушку Никита Масленников А значит Брасание Будет Возле Его Ворот Ну вот Вместо Владислава Карпусина Точку В круг Брасание Встал Матвей Заседа Но Шайба У Динамовцев Ну и Быстро И так И не Получилось Шайба Вновь У Амурских Тигров И У Тигров Не Получается Ни Быстрой Ни Затяжной Атаки Ну вот У нас Небольшой Спад В игре Потому что Все таки Очень много Физических И психологических Сил Потратили Хоккеисты И Амурских Игров И Динамо Во вчерашнем Матче Было Очень много Силовой Борьбы Достаточно Много Удалений Самоотверженно Игроки Ложились Под шайбу В общем Очень Самоотверженно Была Вчера Игра И К Большому Сожалению Для Поклонников Амурских Тигров Вчерашнее Обидное Поражение Для них Но это Если посмотреть Со стороны Хабаровской Команды А если Посмотреть Со стороны Динамо То Выигрыш Динамо Был Вполне Заслуженным И хотя Решающая Шайба Была Заброшена После Существенной Ошибки Хабаровской Обороны Все-таки Динамовцы Эту победу Честно говоря Заслужили Своей Самоотверженной Игрой И вот Вы Наверное Знаете Что Динамовцы И Амурские Тигры Соперники По Турнирной Таблицы У Динамовцев Девятое место У Хабаровчан Десятое И вот Потеря трех очков У Амурских Тигров Так скажем Несколько Ослабило Шансы Дальневосточной Команды На Попадание В восьмерку Сильнейших Команд Западной Конференции Которая Продолжит Борьбу За Кубок Харла Ну и Поэтому Ни в коем Случае Нельзя Сегодня Проигрывать Хабаровчанам Потому что Если будет Второй Проигрыш То Шансы Еще Заметно Уменьшатся Ну вот Вроде После Небольшого Спада В темпо-ритме Вновь Скорости Возрастают И Сейчас Длительная Атака Хабаровской Команды Там Шабуров Дмитрий Был За воротами Вот Не совсем Четко На синей линии Зоне соперника Сыграл Зигурс Познич Но Шайба Была Вот сейчас Хорошо Затулин Вывел его Дмитрий Шабуров Один на Один Но переиграть Никиту Масленникова Артур Кизатулин Не сумел Вновь На высоте Оказался Герой Безусловно Герой Вчерашнего Матча Голкипер Динамо Никита Масленников Вот сейчас Может выскочить 91 номер Динамоцов Один на Один Это у нас Вадим Зеленков Что он делает Что он и делает И забрасывает Вторую шайбу В ворота Михаила Боярчука Итак За 5 минут И 5 секунд До завершения Первого периода Выход Один на Один Вадима Зеленкова И вторая Шайба В сетке Ворот Амурских Тигров Один Два Тигра Проигрывают Шайбу Забросил Вадим Зеленков Номер 91 Первый Впервые В сегодняшнем матче Гости вышли вперед Ну и играть еще Более двух периодов И наверняка ситуация Еще не раз изменится Там не удалось Все получается Кроме решающего Завершающего броска Я имею ввиду данный эпизод Данную Данную атаку Динаму Так Мехосенок Пытался набросить На Дальний пятачок Перед воротами Никиты Масленников У него это не получилось Там никто из партнеров К Шайбе не успел И сбрасывания В зоне Амурских тигров Ну еще хочу обратить Внимание Любителей хоккей Что вчера Львиную долю Игрового времени На льду В составе Хабаровских Амурских тигров Действила Первая и вторая Пятерка Ну вот сегодня По крайней мере В первом периоде Чуть больше Времени Чем вчера Проводят на площадке Третье и четвертое Звенья Хабаровча Любящий подключаться К атаке Защитник Амурских тигров Семен Букарев Вот только что Был в неплохой Позиции У вороток Ну У ворот соперника Сейчас успел К своим воротам И в общем-то Хорошо Отвел угрозу От уже своих ворот Выбив шайбу С пятачка Ну и гости Не успокаиваются На достигнутом На том Что они вышли Вперед Впервые В сегодняшней встрече Продолжают Атаковать И их атаки Весьма опасны А у нас 2 минуты И 37 секунд Остается До завершения Первого периода 1-2 Амурские тигры Проигрывают И в данный момент Отбивают Очередную атаку Питерского Динамо Так Вот у и заседа Пошел вперед О, как хорошо Бросил И на добивание Успел Владислав Карпус А вот с броском У Владислава Вышло не совсем так Как хотели бы болельщики Мы потеряли шайбу В своей зоне Хабаровчане Впрочем Как хорошо У нас Иван Беляков Сыграл В обыгрыше И сам пошел вперед Но Порыв Ивана Не поддержали Его партнеры Вот И вновь Силовая борьба Со стороны гостей Которая По мнению Арбитра Не выходила За рамки Правил Там у нас Минута и семь секунд Остается до Первого перерыва Очередной Пробросович Зафиксили арбитры Вбрасывание Возле ворот Был кипер Динамо Никиты Масленников Мази Масленников Там яростно борются За шай Вызывание воротами, не расстается с ней. Бросок с острого угла довольно не опасен, но тем не менее, тем не менее хорошо подкараулил Валерий Науменко отскок и за 52 секунды до первого перерыва сравнял счет. 2-2. Ну вот. Хорошо на добивании сыграл 9-й номер Амурских Тигров. Хотя тут, конечно, он должен разделить этот успех со своим партнером Владимиром Михасенко, который самоотверженно боролся за воротами и записал на свой счет результативную передачу. Но, как говорится, никто не хотел уступать. Вновь счет ничейный. 2-2. В принципе, вчера, после первого периода тоже был зафиксирован такой же счет. 2-2. Но у нас еще 40 секунд играть. И может получиться неплохая контратака у Тигров. Нет. Вы все видели на экранах своих мониторах. Последний бросок уже, как говорится, наносился по воротам Динамо в порыве эмоций, потому что судьи зафиксировали ассайд со стороны дамурских Тигров. 36 секунд еще играть. В первом периоде достаточно для того, чтобы провести одну хорошую и результативную атаку. Посмотрим, у Тигров получится. Павел Крутий уже в падении наносил бросок. Нет, с ним Никитом... С броском, конечно, а не с Павлом Крутием. Никита Масленников справился. Нет. Бросок издали Михаила Сыроежкина. И шайба становится легкой добычей Никиты Масленникова. А еще 13 секунд. Такая у нас боевая, интересная концовочка первого периода проходит. Ну вот уже все истекает последние секунды первого периода. Звучит сирена. Итак, на первый перерыв соперники уходят при равном счете. 2-2. Через 15 минут мы продолжим наш репортаж об этом интересном и увлекательном матче. заставни. Все именно путь в Звучит сиреном Газухи, СЭЭКС. С развиться здесь по мне спереджит для о с улицей вы могли по скрытому интернет или спереди и нужно забывать с по с на 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, уважаемые любители молодежного хоккея, мы с вами буквально через полторы минуты станем свидетелями третьего периода матча команд молодежной хоккейной лиги «Амурские тигры Хабаров» с «Генамо Санкт-Петербург». После первых двух периодов счет на табло 5-3 в пользу хозяев, в пользу «Амурских тигров» и третий период начнется в несколько необычном формате. Четверо хоккеистов «Динамо» будут бороться и противодействовать троим игрокам «Амурских тигров». Незадолго до завершения второго периода, ну так скажем, судьи зафиксировали обоюдное удаление, причем за нарушение, за задержку соперника был оштрафован игрок «Питерского Динамо», а вот хабаровский хоккеист отправился в бокс для оштрафованных с формулировкой «За симуляцию». И через некоторое время удаление заработал уже защитник дальневосточников Юрий Крамаренко. И вот через 7 секунд после возобновления игры в третьем периоде «Динамовцы» будут играть в пятером, а хабаровчане в четвером. И через 47 секунд, если ничего не произойдет, имеется в виду заброшенные «Динамо» совмешаемыми, то хабаровчане также будут играть в пятером. Вот, вышло по игроку, и теперь пятеро «Динамовцев» на ледовой площадке и четверо хабаровчан. Сейчас-то почаще бросать «Динамовцы». У меня это нет, направление. А так, ну, четко действует голкипер, амурский тигров Михаил Боярчук, и через 2 секунды хабаровчане уже будут играть в полном составе. Но в хоккее бывает, что и за 2 секунды забрасывают. Команда «Амурские тигры» играет в полном составе. Все, «Амурские тигры» в полном составе, тем более, что вбрасывание возле своих ворот хабаровчане выиграли, тут же выбросили шайбу из своей зоны, а затем уже появился на льду оштрафованный Юрий Крамаренко. Итак, 18 минут 50 секунд до завершения третьего периода, и только что неплохо отработав в обороне хабаровчане, вновь вынуждены откатываться к своим воротам и вновь держать оборону, но уже в полном составе. Очередная атака «Динамовцы». Так, а у нас смена составов уходит третья пятерка «Амурских тигров», и на площадке появляется первое звено у хабаровчан. И вторая пятерка «Динамовцев». Ох, как сейчас неплохо Дмитрий Шабуров выводил на ударный бросок Артура Гизатулина, но на месте Кирилла Стеменко оказался, вратарь «Динамов». Длительная и долгая атака у «Динамовцев» не получилось. Снова идут вперед хабаровчане, но пас Николая Павлова не точен, хотя, тем не менее, Павел Крутий до шайбы дотянулся, но не более того. Вот защитники хабаровского угнающего отобрали шайбу, ну и «Динамовцы» недолго задержались в зоне «Тигров». Ну вот пошли какие-то бесшабашные, быстрые атаки, которые очень скоро завершаются потери шайбы. Ну что отрадно, что пока я не вижу, чтобы хабаровчане стали очевидно, со всей очевидностью действовать на удержание счета, и игра продолжает развиваться на встречных курсах. Это всегда приятно. Истинным болельщикам, истинным любителям хоккея. Ох! Нет, все-таки не удалось с ленточки выбить шайбу Михаилу Байорчуку, и сокращается разрыв счета до минимума. Судья показал, что он зафиксировал взятие ворот «Амурских тигров» за 17 минут и 2 секунды до завершения третьего периода. За счет стал 5-4. И вся борьба, как говорится, у нас в сегодняшнем матче еще впереди. Небольшое совещание с капитанами команд провели, арбитры, и вбрасывание в центральном круге. С передачи Никиты Куракина, номер 28-й, и Вадима Зеленкова, номер 91-й, шайбу забросил Антон Назаревич, номер 10-й. Так. Ну все. Вбрасывание в центральном круге, и... Со всей очевидностью сейчас динамовцы бросятся вперед развивать успех, устанавливая ничейный счет. Ну и «Тигры» тоже не намерены складывать клюшки. Владислав Карпусь бросает мимо. На дальний отскок успевает. Матвей Заседа бросает. И «Букарев» бросает. Опа! Молодец, Семен. У нас разрыв счета увеличится до двух шайб. Сейчас броски Владислава Карпуся и Матвея Заседы Кирилла Стеменко отразил, а вот добивание Семена Букарева оказалось для голкипера «Динамо» непосильным. Итак, 6-4. С передачи Матвея Заседы, номер 48-й, шайбу забросил Семен Букарев, номер 89-й. Превосходно отработала вся «пятерка» Хабаровчан, которую мы привыкли называть «стартовая» ведущая, а по формальным признакам сегодняшнего протокола она в сегодняшнем матче является второй. Так, похоже, несколько деморализованный «Динамо» с таким развитием событий. И тут они довольно быстро дают сопернику войти в зону, но, впрочем, быстренько оправились питерские хоккеисты. Отвели угрозу от ворот, но дали возможность Дмитрию Шаборову бросить. Так, что там у нас? А у нас там вне игры. Хотя Максим Орлов так очень явно намеревался сходу бросить по воротам амурских тигров. Но свисток линейного арбитра и вне игры. 16 минут 6 секунд до завершения третьего периода, 6-4 в Перьемовской тигров. Но вообще Хабаровское противостояние «Динамо» со файмурских тигров отличилось обилием заброшенных шайб. 9 шайб в вчерашнем матче, 10 шайб в сегодняшнем и еще играть более 15 минут. Так что я более чем уверен, что зрители еще увидят голы, а возможно даже несколько. Посмотрим и будем забегать вперед. Так, Заседа подцепил шайбу в своей зоне, но там борется сразу с тремя соперниками и шайба естественно расстается. Там по-моему им по рукам немножко досталось, но свисток арбитр молчит. Так, хорошо среагировал Хабаровский вратарь на дальний бросок. 6-4 счета и как минимум 2 шайбы нужно в обязательном порядке. Отыгрывать «Динамо». Хороший перехват, Валерий Науменко на ход себе пробрасывает, но там в игру вступает Кирилл Стеменко, вратарь. Бросок Хабаровчан заблокировали питерцы и разящая контратака «Динамо». Нет, на этот раз она результата в виде заброшенной шайбы не приносит, но сейчас будет повторение атаки «Динамо». Никита Дыняк вошел в зону Хабаровчан, но его передача оказалась неточной. А вот очередной проброс с исполнением «Урских тигров». И игра возвращается в зону обороны дальневосточного клуба. Вновь мы видим в игре замедление темпа, это и понятно, очевидно и ожидаемо. Так, ну что, неужели наступил момент, когда хабаровчане в первую очередь стали думать не о успешных, атаках, а о безупречной обороне. Посмотрим, посмотрим. Мне кажется, что с такой командой, как «Динамо» Санкт-Петербург уходить в глухую оборону шревато опасными. А играть еще 14 минут 32 секунды в третьем периоде и очередное вбрасывание в ворот Хабаровчан. Уже третья за последнюю минуту. И все они после проброса, ага, сейчас перехват шайба неплохой у «Динамоцев», но на пятачок защита «Тигров» не пускает форвардов гостей. Борьба смещается за ворота. Ох! Не дали добавить «Динамоцам» хабаровские оборонцы. Четвертая подряд вбрасывание из-за пробросов шайбы в исполнении хабаровских хоккеистов. Так, ну что там, пошли маленькие хоккейные хитрости, затяжка с появлением хоккеистов на льду. Ну, все это, естественно, для того, чтобы хоть чуть-чуть дать отдохнуть игрокам после двух с половиной периодов напряженнейшей борьбы. Ну, как-то легко расстались шайбы хабаровчане за своими воротами. Ну, вот последние несколько минут вся борьба возле ворот Михаила Байорчука. Так, ну что, есть возможность для контратаки? Нет, там Шамуров не стал идти в борьбу сразу с четырьмя соперниками. Решил сделать передачу назад. Но мой взгляд это вполне оправданно. В сегодняшней ситуации очередной проброс. Сколько же можно-то, а? Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, вчера, после завершения вчерашнего матча, который, напомню, закончился победой Динамовцев 5-4, главный тренер хабаровских амурских тигров Валерий Рафикович Давлетшин отметил, что исход матча решила ошибка хабаровской обороны. И вот сейчас еще играть 13 минут 17 секунд на завершение третьего периода. Практически большую часть сыгранного в третьей 20 минутке времени игра проходит возле ворот Михаила Байорчука. И, ну, так скажем, пока хабаровская оборона ошибок не допускает. А гвоздь продолжает бросать, как только предоставляется возможность. Он заседа сыграл, как заправский защитник, приходил в шейбу за воротами, но вывести ее в среднюю зону не смог. Еще один перехват. И вновь не удается вывести среднюю зону. Так, ну что, Юркий Науменко убежит. Нет, там его на синий встречают силовым приемом. Ага. А вот сейчас у Науменко действия оказались за гранью хоккейного кодекса. Поднята вверх рука арбитра. Науменко скоро будет удален, но в данный момент действует правило отложенного штрафа. Шестеро игроков-динамовцев на площадке, потому что Кирилл Стюменко уступил свое место в воротах еще одному игроку. Ну вот, хабаровчане шейбу перехватили. Свисток, игра остановлена. Итак, 12 минут 17 секунд. Валерий Науменко отправляется отбывать малый двухминутный скамень. А тут еще надо посмотреть. По-моему, там может быть... Нет, 2 минуты за грубость Валерия Науменко выписали. И Динамо, которое беспрерывно атакует, еще и получило численное преимущество. Ох, штанга! А вот сейчас дальний бросок 19-го номера капитана команды Динамо Павла Ильшанского отрождает стойко ворот хабаровских амурских тигров. Ну, я уже говорил, что, на мой взгляд, в сегодняшнем матче удача на стороне тигров. Ну, как только что завершился эпизод с попаданием в штангу. А вот тут попадание в сетку. Нездержанность Валерия Науменко, который нарушил правила в середине поля, обернулась очередным удалением, которое реализовали гости. Разрыв в счете сокращается до одной шайбы 6-5 за 11 минут 45 секунд до завершения третьего периода. И напряжение нарастает. В третьем периоде события развиваются... С передачи Никиты Куракина, номер 28-й, и Антона Назаревича, номер 10-й, шайбу забросил Вадим Зеленков, номер 91-й. Команда «Морские тигры» играет в полном составе. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в третьем периоде игра идет под диктовку динамовцев, и это совершенно очевидно. Остались ли силы у «Амурских тигров», чтобы переломить ход матча или, по крайней мере, сохранить минимальное преимущество, покажут ближайшие 11 минут 25 секунд чистого игрового времени. Ну, а сейчас впервые за довольно долгий игровой отрезок будет вбрасывание в зоне динамовцев. Там опытный Букарев ошибку допустил до синей линии. Ох, как крути мощно бросил, но от клюшки соперника шайба уходит высоко-высоко вверх и врезается в оградительную сетку. Ну, трудно поверить, что сократив разницу в счете до одной шайбы, динамовцы решили, что их задача выполнена и отошли в оборону. Нет, скорее всего, небольшая взята передышка с тем, чтобы вновь начать массированную осаду ворот «Амурских тигров». Ну, и вот мы видим, побежали динамовцы вперед. Чуть-чуть я замкнул передачу Максим Михайлов, динамовский игрок. Вообще-то жарко было на пятачке перед воротами «Тигров». Семен Букарев решайба перехватил и передачу сделал на клюшку соперника. Так, еще один отложенный штраф, еще одно удаление у «Хамаровчан» последует. Вновь шестеро игроков «Динамо» на площадке. Ах, и отложенный штраф приводит к взятию ворот. 6-6 за 10 минут и 7 секунд до завершения третьего периода. Ну, я уже отмечал, что очень здорово действуют динамовцы при игре в неравных составах, при игре в большинстве. И вот две последние шайбы были заброшены, когда гости имели численные преимущества. Александра Жабреева номер пятнадцатый и Максима Михайлова номер восемьдесят четвертый. Шайбу забросил Никита Куракин номер двадцать восьмой. И опять Никита Куракин отличился. Они сбавляют натиск. Гости. А вот физические силы тигров, по-моему, уже на исходе. А играть еще почти десять минут это достаточно. И если во вчерашнем поединке динамовцы отыграли разрыв в две шайбы, а затем вышли вперед, то сегодня отыграли динамовцы разрыв в три шайбы. Ну, пока счет ничейный. 6-6. Еще раз повторюсь, что в третьем периоде доминируют, полностью доминируют, абсолютно доминируют на поле команды из Санкт-Петербурга. Сейчас чуть было еще одна. Седьмая шайба не влетела в ворота Михаила Беорчука. 6-7. Разбился со счета. Какой проброс. В третьем периоде. Вновь в действии в Хабаровске вратарь. Так, редкая в третьем периоде контратака тигров. Нет, нет, все-таки задерживаются хабаровчане. Вот там Юрий Крамаренко не мог остановить шайбу на синей линии, но контроль за шайбой тигры сохраняют. Это уже неплохо. Крутий очень активен. Так, сейчас третья пятерка в бою хабаровской команды. Так, уже 12 шайб заброшено в сегодняшней встрече. Нет, седьмую шайбу в этой таки забросить гостям не удается. Ага, вот и небольшой всплеск эмоции. Ну, очень небольшой. Итак, 8 минут и 6 секунд до завершения третьего периода. Счет ничейный, 6-6. Нет, и на этот раз надолго задержаться тигром в зоне Динамо не удалось. И откатываются они назад защищать свои ворота. Шайб отпадает щитки Михаила Борчуку. Ну, опять же, на дальнем отскоке первыми динамовцы. А он сейчас прихватывает шайбу Павел Крутий. Ну, бросок явно у него не получился. Он уже терял равновесие. Так. Еще одно удаление фиксируют. Но... Вновь будут играть в неравных составах команды. Но на этот раз большинство будет у амурских тигров. Подножка зафиксирована была в исполнении защитника Константина Чернюка. Итак, 7 минут, 7 секунд до завершения третьего периода. И 2 минуты большинства у тигров. Выигрыш шайбы в чужой зоне. Так, трибуны начинают скандировать шайбу в шайбу, поддерживая своих земляков. Понятно. Давно пора, кстати, было. Ой-ой-ой. Михаил Сыроежкин. Нечетко играет на синей линии. Не решили вчетвером прессинговать в зоне соперника «Динамовцы». На этот раз удается им отброситься «Динамовцам». Уже почти половину штрафного времени «Динамовцы» отстояли. Там покатил вперед Владимир Михасенок. Ввел шайбу в зону. Начинается розыгрыш. Ох, мощный бросок без Затулина. Пустименко отбил, а вот добавить некому. Но шайба остается у тигров. Крутий. Я бы не стал бросать от синей линии. Ну, видимо, сейчас он может получить еще раз передачу. Да, получает, бросает. И самоотверженно ложится под шайбу нападающий «Динамовцам» в один зеленков. Ох, неплохо бросал Михасенок, а добавить ему не дали. Все, перехват и шайба выброшена. Из зоны «Динамовцам». Ну, что же, неплохо. Но не более того, неплохо действует Хабаровчане в большинстве. И похоже, что им реализовать его не удастся. Да, все. «Динамовцам» в полном составе. В полном составе. На пять минут еще играть в третьем периоде. Ну, вновь покатили вперед соборовчане. Время третьего периода постепенно-постепенно истекает. Четыре минуты сорок секунд еще играть до завершения третьего периода командам. И вновь идут вперед «Динамовцы». Да, только об обороне сейчас помышляют «Тигры». Они сдерживают яростный натиск соперников. Так, заседа там бьется с двумя соперниками. И выходит победителем. Сейчас явно прибавили Хабаровчане. Но такой бросок не опасен для Устеменко. Там корпусе «Ум» капитану амурских тигров преградили путь в зону защитники «Динамовцы». Вот, если минуты в середине этого периода тянулись крайне медленно, то сейчас они просто стремительно истекают. Естественно, я имену речь об игровых минутах. Так, вновь в игре «Бырчук», шага в ловушке у Хабаровского урокаря. Вот, если же Хабаровчане ложатся под шайбу. Это не кто-то, как очень активный Павел Крутий был. Все в обороне у Хабаровчан. Только сейчас появилась возможность выбросить шайбу, но тут же вторая волна атаки динамовца следует. Явно больше сил сохранили хоккеисты с берегов Невы в концовке матча. Последние две минуты третьего периода. Четко видел момент броска Кирилла Стюменко и шайба в ловушке динамовского вратаря. А у нас остается играть в третьем периоде минуту и 56 секунд. Нападающий Хабаровчан Владимир Михасенов с шайбой. Нет, силовой прием Вианимин Баранов, защитник динамов, применил, что я бы отобрал у Хабаровского форума. Так, динамо. А с рукой. Игра остановлена. Минута двадцать одна секунда до завершения третьего периода. 6-6. Ничем. Вот длинный пас вперед. И вновь не удается на синей линии остановить шайбу тиграм. Ох, как хорошо идет перепасовка. Нет. Но опасность не снята. Ох, сейчас буквально два паса разорвали оборону тигров динамовцы, но последний бросок парировал Михаил Боярчук. У нас последний минут идет. 59 секунд осталось играть в третьем периоде. 45 секунд остается до сирены. Чуть бы за динамовцы не перехватили шайбу. 18 секунд и динамы атакуют. Довольно опасно. Сейчас будет удаление. Похоже будет удален защитник тигров Николай Павлов. Причем интересно. Судья, который находился рядом с местом инцидента, промолчал. Судья, который находился на синей линии, поднял руку и зафиксировал. За грубость малым штрафом наказан Вадим Зеленков. В номер 91 и команда Динамо. А Вадим Зеленков удален на две минуты нападающий Динамо. За 12 секунд до завершения третьего периода при ничейном счете. Совершенно непредсказуемо события в матче развиваются, но интересно. Продолжение следует... Овертайм, который очень близок к команды, начнут в неравных составах. Сейчас, наверное, последний бросок в третьем периоде, который парировал Константин Стеменко. Да! Звучит сирена. Основное время матча команд Амурские тигры и Хабаров с Динамо Санкт-Петербург началось ничью. Назначается дополнительный период продолжительностью 5 минут или до первой заброшенной шайбы. И назначается овертайм. Ну, сейчас. Некоторое время наступит пауза. А затем команда продолжит борьбу. Ну, а я пока напомню, как развивались события в сегодняшнем матче. Хабаровчане после добивания, которое успешно осуществил Павел Крути, выходят вперед, открывают счет 1-0, но затем пропускают две шайбы. А в самом конце первого периода вновь Амурские тигры восстановили равновесие. 2-2. Завершился первый период. В начале второго тигра забивают две шайбы и при счете 4-2 у Динамо происходит смена вратарей. Вместо Никиты Масленникова ворота встает Кирилл Устеменко. Ну, и он вскоре пропускает шайбу. И счет возрастает до трех. Разрыв, точнее, в счете возвращается до трех шайб. 5-2 впереди Амурские тигры. Но затем заметно выравнивают игру в гости. Никита Дыняк забивает третью шайбу. Затем Антон Назаревич сокращает разрыв в счете до минимума. 5-4. Правда, вскоре атакующий защитник Амурских тигров Семен Букарев вновь восстанавливает разницу в счете до двух шайб. 6-4. Ну, затем фактически дважды реализовали большинство. Ну, один раз в гости, когда играли 5-4. А в шестой гол тигры забили... Ой, извините, динамовцы забили, когда был так называемый отложенный штраф. И так, 60 минут игрового времени победителя не выявили. 6-6. И вот сейчас у нас продолжится игра в овертайме. Так, четверо хоккеистов Амурских тигров и трое игроков Динамо, потому что незадолго, точнее, в 12 секунд до завершения третьего периода, был удален нападающий Динамо Вадим Зелен. Так, закрепиться в зоне Динамо тиграм не удалось. Пошла та, как из-за Тулин Артур. Пошел в зону и сделал передачу на Дмитрия Шабурова. Так, начинается розыгрыш. Крутий. Бросок мощный крутия мимо. Минуты еще оборонятся в меньшинстве динамовцам. По левому флангу идет вперед Матвей Заседа. Передача на другую флангу, а там уже Карпусь. Ох, мог решить исход встречи Владислав Карпусь. Опа! А вот сейчас Заседа из выгоднейшей ситуации не попал по шайбе. Вот два неплохих момента. В течение пяти секунд упустили Тигры. А у них еще 20 секунд на реализацию большинства. Выбросили шайбу динамовца. Столкнувшись, там был Павлов и Мехасенок столкнулись. В полном составе. Потеряли шайбу, все. Вышел оштрафованный игрок у динамовцев. Ну, идет атака. Тигров неудачно бросал с близкой дистанции Семен Букарев. Так, две минуты пятьдесят секунд еще играть в овертайме. Ух ты как! По центру опасно развивалась атака динамовцев, но безуспешно. Безуспешно. Ну, шайбуров хотел обокрасить соперников в чужой зоне, не получилось. Ну, овертайм активнее проводят, на мой взгляд, хамаровчане. Это было видно и по игре в неравных составах, и сейчас Ох мог хорошо замкнуть Иван Беляков в передачу на пятачок не получилось. Минуту пятьдесят еще играть в овертайме командам. Ну, или до решающего заброшенного гола, это понятно, мне кажется. Ну, похоже, соперники уже смирились с тем, что победитель в этом матче будет выявляться в серии буллитов. Ну, если не последуют какой-нибудь грубейшие ошибки. Бокарев без раздумий бросает сильнейший бросок, но не точный. И тут же Бокареву приходится бежать за шайбой, которая отброшена к воротам тигров. В этом корпусе в борьбе за соперниками шайбы потерял, хорошо на помощь прикатил Матвей Заседа. Ну, и атака у Матвея не получается. Отошли чуть-чуть назад Кобаровчане. Как активен Заседа в последние минуты. А у нас идет последняя минута овертайма. И что? И очередное нарушение численного состава со стороны динамовцев. Итак, за 45 секунд до завершения овертайма игра остановлена, но вообще очень редкий случай, когда овертайм играли команды в неравных составах. За 45 секунд до завершения овертайма Хабаровские морские тигры вновь получили численное преимущество одного хоккеиста и четверо хабаровчан против троих. Вот опять тигры выпустили шайбу. Среднюю зону. Гиззатулин. Передача на Шабурова Дмитрия. Вновь Гиззатулин получает шайбу. Подзиньш. Крутий. Снова подзиньш. Крутий! Нет! Мощнейший бросок Павла Крутия парирует Кириллу Стеменко. Итак, 14 секунд остается до завершения овертайма. И вбрасывание в зоне Динамо. Ну что, очень боевой хоккей у нас сегодня получился. И похвал заслуживают, конечно же, оба соперника. За самоотверженность. За боевой дух. За целеустременность. Да? Конечно же, красивую напряженную игру. Опа! Еще одно удаление. Еще понято. Рука суди за 9 секунд. Ох, хороший у нас овертайм. И удаление. Опять в составе Динамо. За задержку соперника Клюшко и Малым Штрафом. Ну тут, естественно, вдвоем с два полевых игрока играть невозможно. Восьмой команда Динамо. Вот. Поэтому выпускается пятый игрок у Тигров. Итак, формат 5 на 3. Но это всего лишь 9 секунд. Пятеро Хабаровчан, трое хоккеистов из Санкт-Петербурга. Очень интересный овертайм. Как и вся игра получилась. В таких вещах, конечно, надо выигрывать. Вбрасывание любой ценой для хабаровчан. Ну вот, а тут и вот. Все. Влучит сирена. Авертайм заброшенной шайбы не принес. Сейчас некоторое время будет заливаться лед и затем серия буллитов. Только так будет выявлен победитель в сегодняшней встрече. Ну пока, по итогам еще не завершенного сегодняшнего матча, у каждой команды по очку, дополнительное очко, как раз приплюсует победитель штрафных бросков. Ну а я пока вам немножечко напомню Турнирную ситуацию на Западе, в которой играют Амурские Тигры и Санкт-Петербургская Динамо. Очень большим отрывом от остальных первое и второе место занимают команды СКА 1946 из Санкт-Петербурга, в активе которых 89 очков и идущая на втором месте Московская Красная Армия, у которых 84 очка. Еще одна питерская команда СКА Серебряные Львы имеют 72 очка на третьей позиции. Затем четвертое место с 71 очком занимает Московский Спартак, на пятом Алмаз из Череповца, затем Ярославская Лока, седьмое место Русские Витязи из Подмосковья, восьмое Нижегородская Чайка. Вот, и у Витязи, и у Чайки по 67 очков. В общем, столько же и у... столько же очков и у команды Динамо из Санкт-Петербурга. Ну, сейчас мы, конечно, не знаем итоговых результатов сегодняшнего тура, потому что на Дальнем Востоке матчи начинаются гораздо раньше, чем в европейской части нашей страны. Но, тем не менее, у Тигров, которые идут на десятом месте, 63 очка. Ну, очко-то в любом случае уже у Тигров остается 64 очка. Вот, и у Тигрова, и у Тигрова. И, как говорится, в гостях Хабаровчане играют со Спартаком. Очень важный матч, прежде всего, для Амурских Тигров. Затем два поединка, 23-го, 24-го, с русскими Витязями. Ну, затем возвращаются домой Тигры, и 31-го января и 1-го февраля А затем вновь выезд в Москву. А там Красная Армия, очень опасный соперник и аутсайдеры крылья советов. Ну, а вот очень интересная концовка ожидают хабаровских болельщиков. Последняя домашняя серия. Два матча с Алмазом и два матча с Лока. Прямые и непосредственные конкуренты хабаровчан. И вполне возможно, что именно 4 последних матча и определят, попадут ли Тигры в плей-офф или нет. Ну, пока так далеко заглядывать не будем. Тем более, что вот там уже завершается подготовка ледовой площадки к булитам. Вот еще на один круг пошел заливочный комбайн Олимпия, который в этом сезоне очень эффектную раскраску получил с эмблемами и, так скажем, талисманом главного хабаровского клуба Амур. Тренеры, по всей видимости, уже определились с эмблемами игроков, которые будут выполнять штрафные броски. Ну, я вот вижу, что вроде бы останутся в воротах те голкиберы, которые и были в игре. Ну, вот, по крайней мере, Михаил Боярчук явно не собираются уходить со льда. И вот я вижу, что готовится к отражению штрафных бросков и Кириллу Стеменко. Ну, мы знаем, что бывают случаи, когда на послематчевые булиты выходят и напастные раты. Но, думаю, что сейчас, в сегодняшнем матче, это не произойдет. Да, и вновь, как и во вчерашнем матче, сумели в конце встречи догнать амурских тигров, ушедших вперед динамовцы. И если в прошлой игре им все-таки удалось забросить победную шайбу, то сегодня три периода завершились, и овертайм завершились встречи. Так. Заливка льда завершена. Ворота сейчас так же будут. Первые будут исполнять штрафные броски гостей. Мы подождем объявление судей-информатора. Бросок выполняет Павел Рутенберг, номер 23. Нападающий динамо Павел Рутенберг готовится исполнить первую серию. Ну, молчим и смотрим. Бросок выполняет Артур Гиззатуллин, номер 87. Ну, чем ответит Артур Гиззатуллин. Устюменко занимает свое место в воротах. Да, еще Тигров. Нет, не удалось обмануть. Парировал Кириллу Стюменко этот бросок. Бросок выполняет Никита Дыняк, номер 63. Так, Никита Дыняк, нападающий динамо, готов выполнить свою попытку. И он точен. Шайбу забросил Никита Дыняк, номер 63. Ну, что? Похоже, сейчас может все решиться. Бросок выполняет Павел Крутий, номер 57. Павел Крутий. А Павел Забивает красивый, эффектно под перекладином. И серия продолжается. Бросок выполняет Вадим Зеленков, номер 91. Вадим Зеленков. Забивает все. Динамо выигрывает. Смотрим. Да. Вадим Зеленков выполняет решающий булит. И по итогам серии послематчевых штрафных бросков, и в этой игре побеждает питерская Динамо. Общий счет, который будет зафиксирован во всех протоколах хоккейных справщиков. Ну, а на этом мы заканчиваем репортаж из Хабаровска, который был организован хоккейным клубом «Амур». Режиссер трансляции Владислав Бойко, оператор Денис Сула и комментатор Александр Вишневский. Мы прощаемся с вами и до новых встреч на хоккей. Субтитры создавал DimaTorzok